Всем привет! На связи Араторн. Ну или Алексей. Кому как удобнее. И, значит, этот ролик очень важен. В этом ролике вас ждет очень жесткая новость, очень важная. И услышать вам ее необходимо, проникнуться и понять. Надеюсь, что до каждого до вас дадет та необходимая информация, которую я несу. Вы меня услышите, поддержите и будете рядом. Потому что эти пять лет, которые я ебашил для вас, и буду ебашить для вас дальше с удовольствием, не должны быть напрасными. И мы должны только развиваться, но и расти. Во-первых, по поводу новости, да, в принципе. Информации много, надеюсь, вы ее услышите так, как нужно. Во-первых, я кое-чего прям порешал, что вы просто обомлеете. Короче, я тут надумал быстро развивать, начать развивать этот канал, канал Араторн. А для этого нужно оставить только один формат. А как вы знаете, на канале форматов 20 не меньше. Неделю залипал, значит, в аналитике Ютуба, общался с менеджером своей партнерки Ютуба и дискутировал с двумя большими авторами. Как быть мне и че мне сделать. Ну и, короче, все, абсолютно, абсолютно все советовали сделать следующее. Значит, разбить форматы на канале на отдельные каналы. Вот такие вот новости, да. Я сам в шоке, но это факт, и это нужно было сделать еще давно. Но алгоритмы Ютуба поменялись. И если раньше каналы, делающие контент абсолютно по всем играм и развивающие абсолютно все на своем канале, росли быстро, то теперь они все идут нахер. Ну, кроме тех, у кого уже есть незыблемая медийность. По типу Купленова, да, Шумуру и так далее. Короче, я сам в шоке, но, блин, два гиганта, с которыми я общался, имеют каналы по 3-4 ляма сабов. И, к тому же, у них не один канал, да, а там 4, 5, 6. То есть, вот. И, к тому же, они расти начали как раз-таки тогда, когда начали разбивать свои каналы по форматам. Так вот, по сути, они тратят столько же времени, сколько и раньше. Вот, просто делают ролики на разные каналы. Как-то так. Таким образом, они не мешают тем зрителям, кто смотрит только одну игру, кто смотрит только один формат. И все довольны, все счастливы и всем все нравится. Никто не заебывает, а где та игра. Никто не достает, а где тот формат. Потому что всем всего хватает, все всему рады. И все получают то, что они хотят получить, и то, зачем они пришли. Так вот, моя задача сейчас разбить канал по разным форматам. А именно, первое, это мой основной канал, Араторн. Где как раз-таки у меня в основном заходят битвы. И не просто так. Все-таки мой канал изначально начался с сражений. Кто помнит, это был Total War Warhammer. Когда он только вышел, я очень много роликов по битвам сниму. Потом, в промежутке этих пяти лет, по-любому в год, я снимал роликов 50 сражений. Ну и параллельно с этим, разные форматы по типу Global Saga, гайды, модификации, обзоры, прохождение разных игр. Какие-то новые форматы делать, сценарные, исторические, альтернативные истории и так далее. То есть, форматов-то много, но в основе это всегда были битвы, кстати. И вот благодаря тому, что я пообщался с этими ребятами, этими большими каналами и своим менеджером на ютюбе. И проанализировав всю статистику на своем канале вместе с ними, пришли к выводу, что ютюб меня записал к, так скажем, теме эпик баттлов, массивных сражений, противостояний, исторических сражений, сражений в альтернативных реальностях, мирах. В общем, как вы понимаете, мой канал профилирован ютюбом, и я уже ничего не смогу сделать с этим под контент сражений. Вот, то есть, на моем канале 80% зрителей, да, не подписанных на канал смотрят сражения. А это очень высокий показатель, только потому, что именно эти ролики рекомендуются ютюбом без моей, так скажем, помощи абсолютно. То есть, я запилю, и любой ролик будет рекомендоваться именно по сражениям. А если я запилю какую-то нарезку, ремонтажик или сагу, опять же, да, какую-то, в общем, любой другой контент, на который я трачу очень много времени, сил, в итоге я залью его, и он, значит, не будет стрелять абсолютно, это точно, чтобы я не снял абсолютно, не будет с ним, ну, стрелять. Потому что просто банально теперь ютюб рекомендует с этого канала моего только сражения. Если зайти в аналитику мою по 48 часов, то там видно наглядно то, что последние 30 видосов, что прямо сейчас в рекомендациях, набирают по 100, по 500, по 1000 просмотров в час, это только сражения, а какой-либо другой контент, вот сейчас я делаю формат Raw Flossagi, где у нас монтажики по баннерлорду и по другим играм со стримов нарезки, они вообще не набирают, хотя там и SEO высокая, оптимизация высокая, и вообще контент явно на голову выше по качеству. Да, это абсолютно многие говорят и утверждают, согласны со мной, но они не стреляют и не будут стрелять на этом канале, потому что всё. База канала это битвы, сражения, и с этого я уже не могу уйти. Так вот, чтобы этот канал рос, основной канал Raw Thorn, я должен оставить на этом канале только формат битвы, противостояний, штурмы крепостей, обороны городов, в общем, все различные противостояния в истории, альтернативных реальностях, в мирах фэнтезийных. Только это я могу снимать на этом канале. Ну и плюс я могу здесь стримить, в общем, так говоря, я понял, как это делать, так, чтобы это не мешало, значит, со статистики канала. То есть я просто стримы удаляю, и YouTube это игнорирует, и ему пофиг. Главное, чтобы я видосы выкладывал его по битвам. Такая вот интересная ситуация. А прочий контент делать не могу, поэтому весь прочий контент переезжает на второй канал. То есть этот канал у меня будет только по битвам, а второй канал со всем остальным игровым контентом, все остальные монтажи, все ролики связаны со сценарием, с какими-то играми, нарезками со стримов. В общем, любой другой игровой контент, кроме битв, переезжает на второй канал. То есть если вы пришли за нарезками по баннер-лорду, к примеру, по монтажам, да, по битвам, в принципе, по баннеру или по другим каким-то играм, по странхолду, по HF Empires, по HF Mythology или каким-то другим игрушкам, тот же Total War, да, нарезки с компанией Саги, те же самые, какие-то гайды, обзоры новых игр, прохождения, в общем, это все теперь будет на втором канале. То есть весь игровой контент творческий, где я стараюсь что-то монтировать, для вас делать, прям трачу на это много усилий своих, пытаюсь вас удивить, развеселить, порадовать, вот, поднять вам настроение посредством монтажа и какого-то интересного процесса создания ролика. То это все теперь на втором канале, то есть весь игровой контент теперь на втором канале, а битвы на первом канале. Таким образом, все те, кто пришли за битвами, будут наслаждаться сражениями, вот, абсолютно во всех исторических реальных сетях, а также альтернативных реальностях, фэнтезийных реальностях, а все те, кто пришли за игровым контентом по другим играм, смогут его наблюдать на втором канале, вот. А также стримы останутся на первом канале, вот, на Араторне, то есть канал Араторна, это битвы и стримы. Второй канал, это весь другой игровой контент, который был на канале, но теперь переезжает на второй канале, на канал, господи. Поэтому и он полностью чистый, он с нуля создался. Сегодня я занимался оформлением, сделал аватарку, пока не знаю, как назвать. Пока же назвал пилом Араторна, но думаю, передумаю и как-нибудь по-другому назовем, как-то так. Вот, поэтому ждом, так скажем. Плюс, как вы понимаете, второй канал мне не будет приносить абсолютно никаких средств на существование. Второй канал мне не будет приносить абсолютно доход. Второй канал мне вообще ничего не даст по жизни, вот. Поэтому получить какую-то прибыль со второго канала я точно не буду. Причем долгое время, очень долгое время. Поэтому, если есть возможность у вас поддержать те ролики, которые я для вас делаю, стараюсь, монтирую, работаю реально над ними, видно, что я стараюсь, а это видно, можете меня поддержать донатом. Реквизиты все есть у вас в описании под этим роликом. Есть и ссылки на донат, alerts, donation, pay. Можете таким образом поддерживать меня, таким образом, да. Вот, и также на стримах. Спасибо большое, вот реально всем тем, кто поддерживает. Очень тяжелая ситуация, безвыходная, я к этому вообще готов не был, но моя переработка и попытка наращивать какую-то аудиторию, да, сильную в плане комьюнити, убивается об стенку только потому, что разные комьюнити, одни пришли за битвами, другие за игровым контентом. Так вот, я разделяю это теперь. Второй канал для игрового контента, первый канал для битв, ну и там уже будут стримы. Вот. Надеюсь, вы меня услышали, надеюсь, вы меня поняли, надеюсь, вы прониклись этой информацией. Это очень важно, потому что я уже 5 лет работаю над каналом, 5 лет я занимаюсь им, мне, честно, очень сложно, и сил уже нет, как раньше, и энергии. Вот. Хочу отдохнуть как-нибудь потом, то есть, как только первый канал наберет 10 тысяч подписчиков, я сделаю выходные себе 10 дней отдохну, а пока что я должен работать. Вот. Надеюсь на ваше понимание, на то, что вы меня реально услышали, прониклись, надеюсь на вашу поддержку, очень в ней нуждаюсь, на самом деле. Не люблю просить, батить, но сейчас это очень нужно. Просто банально потому, что боюсь, что канал загнется. И если вы цените его, этот канал, и то, что я для вас делаю, то, думаю, вы меня услышали. Ладно. На этом все. А настроение у меня хорошее, отлично, надеюсь, у вас отлично. Вот. Я просто чутка подустал, весь этот ролик я на хорошем настроении сижу, на позитиве. Вот. Я не ною, никогда не ныл, вот, потому что, блядь, тот, кто скажет, что я ною, пойдет нахуй сразу, ибо сразу говорю, что ноют те, кто кричат о проблеме, но не решают ее. Запомните. Запомните. Вот. Это относится как к детям, так и к взрослым детям. Они есть, к сожалению. Вот. Те, кто говорят о проблеме и решают ее, да, как, допустим, я, а я всегда свои проблемы решал. Вот. Они константируют факт и предлагают какой-то, какой-то альтернативный сценарий и какой-то процесс рабочий для того, чтобы что-то поменять. Вот я и занимаюсь этими процессами, я не сижу на жопе ровно, не отдыхаю, не лежу, я, блядь, сижу за ПК и реально думаю, что мне делать. Вот. И об этом вам скажут все те, с кем я об этом дискутирую, общаюсь, потому что всех заебал уже явно, потому что большинство из тех, с кем я общаюсь, завтра, ну, типа, ноги не парятся, да, как бы, потому что вроде бы все есть и все здорово, а я парюсь, потому что вроде бы и сейчас все заебись, но что будет через год-два, я не знаю, и вот эта вот нестабильность немножко пугает, но у меня, как бы, и брат диабетик, и мать одна, и помогать надо всем, вот. По поводу работы сразу скажу, что то, что я делаю сейчас, приносит мне гораздо больше средств, нежели если бы я пошел работать по специальности, я напомню, специалист по рекламе и пиару, вот, а это весьма неплохая должность, вот. Вот, но везде есть свой потолок, а на ютюбе этого потолка нету, и я хочу помогать всем своим близким и родным, вот. Если бы я был бы не гуманитарием, а технарем, то я бы ебошил бы сейчас люто в сфере какой-нибудь интересной. Но я гуманитарий, поэтому моя задача развлекать, радовать вас, удивлять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!